Библейский портал экзегет.ру представляет Сегодня на библейском портале экзегет мы продолжаем изучение книги чисел и сегодня мы будем читать 34 главу этой книги. Здесь две темы – граница земли обетованной и следующая тема – Господь назначает тех, кто будет делить землю между племенами, то есть между коленами. И мы читаем с первого стиха. «И сказал Господь Моисею, говоря, дай повеление сынам Израилевым, и скажи им, когда войдете в землю ханаанскую, то вот земля, которая достанется вам в удел, земля ханаанская с ее границами, южная сторона будет у вас от пустыни Син подли Едома. И пойдет у вас южная граница от конца Соленого моря с востока и направится граница на юг к возвышенности Акравима и пойдет через Син, и будут выступы ее на юг, к Адес-Варне. Оттуда пойдет к Гацар-Адару и пройдет через Ацмон. От Ацмона направится граница к потоку египетскому, и будут выступы ее к морю». Поток египетский – это, возможно, залив как раз то место, где евреи переходили, Черное море. А границей западной будет у вас Великое море. Это будет у вас граница к западу. К западу – это Средиземное море. К северу уже будет у вас граница, то есть в сторону Миспотамии. От Великого моря проведите ее к горе Ор. От горы Ор проведите к Эмафу, и будут выступы границы к Цедату. Оттуда пойдут границы к Цифрону, и выступы ее будут к Гацар-Энану. Это будет у вас граница северная. Границу восточную проведите себе, это по отношению к Востоку, к Арабий. Проведите себе от Гацар-Энана к Шефаму. От Шефама пойдет граница к Рибли, с восточной стороны Айна. Потом пойдет граница и коснется берегов моря Кин-Нарев с восточной стороны. Пойдет граница к Иордану, и будут выступы ее к Соленому морю. Это будет земля ваша по границам ее со всех сторон. Давайте вспомним, что Авраам, которому Господь уже отдал эти земли, русский перевод этого не передает, в русском синодальном переводе говорится, Господь говорит «отдам тебе эту землю», а вот в оригинале Господь говорит «я уже отдал тебе эту землю». А по законам человек, когда вступает в права над землей, он должен ее пройти. И вот Авраам поэтому и ходил по этому пространству, где потом и возникли вот эти границы. То есть он реально вступал в права обладания этой землей. «Это будет земля ваша по границам ее со всех сторон. И дал повеление Моисея сынам Израилевым, и сказал, вот земля, которую вы разделите на уделы по жребию, которую повелел Господь дать девяти коленам и половине колена Монасина». Имеется в виду, что те, которые перейдут через Иордан, войдут в землю обитованную. А два колена и половина колена Монасина остались за Иорданом. Поэтому речь идет о девяти коленах и половине колена Монасина. «Ибо колено сынов Рувимовых по семействам их, и колено сынов Гадовых по семействам их, и половина колена Монасина получили удел свой. Два колена и половина колена получили удел свой за Иорданом против Иерихона к востоку». То есть они решили не входить в землю обитованную, и мы более подробно изучали это на прошлых беседах. Далее говорится о том, как Господь назначает тех, кто будет делить землю между племенами. Это такие как бы землемеры. Когда была Столыпинская реформа и давали много земель крестьянам, то были землемеры, образованные люди, которые помогали крестьянам правильно делить землю. Мы видим, что выбор земли по жребию. То есть Господь в таком вопросе, он не хочет полагаться только на этих людей. Потому что когда вопрос о земле и о земле для твоего племени, для твоего семейства, человек может быть как заинтересованное лицо и может играть против всех остальных в пользу своего колена или своего семейства внутри колена. Поэтому жребий был здесь совершенно необходим, потому что они уповали на жребий, что Господь подскажет им, как правильно поступить. И мы знаем, что когда выбирали патриарха Тихона в Москве, то было три кандидата, и вот их жребие положили в какую-то корзинку, и один старец и монах вынимал жребие и вынул как раз святителя Тихона. То есть есть такие ситуации, когда люди не доверяют друг дружку. Мало ли, а может кто-то заинтересован, может кто-то взятку получил. Здесь всегда надо выбирать между кем-то и кем-то, и лучше всего делать по жребию, чтобы оставлять место божественному промыслу, а не только самим решать, там, открытым голосованием или закрытым. Здесь могут быть какие-то махинации. И сказал Господь Моисею, говоря, вот имена мужей, которые будут делить вам землю, Елеазар, священник, то есть персвященник, Иисус, сын Навин, и по одному князю от колена возьмите для раздела земли. И вот имена сих мужей для колена Иудина – Халев, сын Иефониин, для колена сынов Симеоновых – Самуил, сын Амиуда, для колена Вениаминова – Еледат, сын Кислона, для колена сынов Дановых – князь Буки, сын Иоглии, для сынов Иосифовых, для колена сынов Монасиных, князь Ханниил, сын Эфода, для колена сынов Ифремовых, князь Кемуил, сын Шифтана, для колена сынов Заволоновых, князь Элицафан, сын Фарнака, для колена сынов Исахаровых, князь Фалтиил, сын Азана, для колена сынов Асировых, князь Ахиуд, сын Шаламия, для колена сынов Нефалимовых, как князь Педаил, сын Амиуда. Итак, мы видим здесь и Халифа, сына Ифонии, который вместе с Иисусом Навином сподобился и старшего поколения войти в землю обитована. Вот те, которым повелел Господь разделить удел сынам Израилевым в земле Хананской. То есть, с одной стороны, представитель религиозной власти пересвященник Элиазар, с другой, пророк и царь по своему статусу, это Иисус Навин, еврейского народа, правитель. И потом представители от каждого колена, то есть князья. Нету колена Аронова, потому что их удел, их надел, это служить Богу в каждом колене, а не иметь какой-то свой участок земли и за него держаться. Итак, сегодня мы рассмотрели 34 главу книги Чисел. В следующий раз, если будем живы, Господь позволит, мы будем изучать 35 главу. Спасибо, Христос! Берегите себя! Субтитры создавал DimaTorzok